16 сентября 1941 года в Ленинградский радиокомитет с важным сообщением был приглашен молодой композитор, преподаватель консерватории Дмитрий Шостакович. Диктор объявил, слушай, родная страна, говорит город Ленина, говорит Ленинград, и передал слово гостю. Волнуясь, подошел Шостакович к микрофону и начал речь. Мои дорогие друзья, я говорю с вами из Ленинграда в то время, когда у самых ворот его идут жестокие бои с врагом, рвущимся в город, и до площадей доносятся орудийные раскаты. Я говорю с фронта. Вчера утром я закончил партитуру второй части моего нового симфонического сочинения. Я сообщаю об этом для того, чтобы все знали, жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу родину, нашу жизнь, нашу музыку. Будем же честно и самоотверженно работать. Блокада Ленинграда Одно из самых страшных и героических событий XX века. Эпопея человеческих страданий. Уже летом 41 года немецкие армии подошли к северной столице России, намереваясь покорить ее и превратить в руины. В назидание всем, кто думает сопротивляться непобедимому Третьему Рейху. Но советские солдаты отчаянно держали оборону, сражаясь за каждый метр земли. Стремился попасть на фронт и Шостакович. В первый же день войны он подал заявление. «Прошу направить меня добровольцем в ряды действующей рабоче-крестьянской Красной Армии». Но заявление не приняли. «Подождите». Существовало распоряжение о сохранении жизни советских композиторов. Когда было создано народное ополчение, Шостакович со свойственным ему упорством написал заявление и во второй раз, и в третий, но снова услышал «Идите и работайте там, где работаете». «Талант – дело государственной важности». И Шостакович продолжил учить студентов, проверять дипломы и дежурить на посту номер пять. Получил каску, пожарный комбинезон, стал тренироваться держать пожарный шланг и управляться щипцами для сбрасывания зажигательных бомб. Между налетами Шостакович сидел на крыше, склонившись над партитурой своей новой, седьмой по счету симфонии. Не мог оторваться. Писал, писал, писал. Перерыв обозначался им на бумаге буквами «ВТ» – воздушная тревога. Работа захватила все его существо. Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой еще. Он все слышит. Как на влажном Балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба. До седьмого доходит небо. Но безжалостно это твердь и глядит из всех окон смерть. Позднее Шостаковичу будут не раз задавать вопрос о том, как ему удалось сочинить седьмую симфонию. Он скажет. Я не мог не написать ее. Была война. Я должен был быть вместе с народом. Я хотел создать образ нашей страны в военное время, уловить его в музыке. На самом деле, седьмую симфонию нужно было не сочинять, а записывать. Она шла сама. С неба. Сверхчувствительный Шостакович на мгновение словно стал душой Ленинграда, задавленной, но не покоренной Невской твердыни. 30 августа блокадное кольцо сомкнулось. Немецкая авиация совершала по несколько бомбардировок в день. Вспыхнули пожары, в результате которых сгорели и Бадаевские продовольственные склады. Это была катастрофа. В городе оставалось более двух миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Стало ясно. Впереди массовый голод и мор. Многим деятелям культуры было предложено эвакуироваться. Шостакович отказался. С болью и гордостью смотрел он на Ленинград, опаленный пожарами, но еще более прекрасный в своем суровом величии. Зимний дворец, Александровский столб, Дворцовый мост, Растральные колонны, Невская панорама. Как можно не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его защитников? Он решил быть со своим городом, решил разделить его судьбу. К концу сентября три части симфонии были закончены. А в октябре поступило указание. Композитор Шостакович вместе с семьей должен быть эвакуирован в Москву, а из Москвы на Урал. Ничего не поделаешь, надо подчиняться и уезжать. Самолет был совсем небольшой, кроме Шостаковича, его жены и детей только летчики. Один из них стоял под прозрачной крышей и все время глядел по сторонам. «Если махну рукой, ложитесь на пол!» Сын композитора Максим посмотрел в иллюминатор и увидел внизу вспышки. «Папа, что это?» Немцы стреляют по нашему самолету. Они долетели. Расположились в гостинице «Москва». В подвале здания после объявления воздушной тревоги Шостаковича видел знакомый. Композитор нервно ходил из стороны в сторону и повторял, ни к кому не обращаясь. «Братья Райт, братья Райт, изобретатели самолета, что же вы наделали?» Ехать решили не на Урал, а в Куйбышев, туда, где размещен коллектив Большого Театра. С берегов Волги он будет теперь следить за все более и более тревожными вестями с Малой Родиной. Последний концерт оркестра Ленинградского радиокомитета состоялся 7 декабря. Исполнялась у вертюра Чайковского 1812 год. В зал филармонии не отапливался, но люди измучены, замотанные кто во что не разобрать, где женщины, где мужчины пришли. И музыканты играли для них, хотя не хватало ни сил, ни дыхания. Трубы обжигали пальцы, монштуки примерзали к губам. После музыка в Ленинграде замерла. Даже радио ее не транслировало. В городе начался угол. Власти выдавали по карточкам хлеб, знаменитые 125 грамм, липкое черное месиво, сделанное из мучных отходов. В качестве еды использовался даже столярный клей. Люди умирали, падая от слабости, дома, на работе, в магазинах, на улицах. Трупы лежали повсюду. Но никто не обращал на них внимания, смерть стала привычной. Не сегодня, завтра такая участь ожидает каждый. От голода погибло не менее миллиона человек, но точному учету блокадные потери не поддаются. Самые тяжкие испытания начались зимой 42-го года. Пришли лютые морозы, замерзли и лопнули трубы. Перестала работать канализация, погас электрический свет. За водой ходили на Неву, карабкаясь на четвереньках по льду. Единственной транспортной линией связи с Большой землей была дорога жизни по Ладожскому озеру. Оркестр таял. Некоторые ушли в армию, другие умерли от голода. Из воспоминаний поэтессы Ольги Бергольц. Трудно забыть мне серые зимние рассветы, когда совершенно уже свинцово отекший руководитель радиокомитета Яша Бабушкин диктовал машинистке очередное донесение о состоянии оркестра. Первая скрипка умирает. Барабан умер по дороге на работу Волторна Крисмерти отчужденным внутренне отчаянным голосом. Но репетиции несмотря ни на что продолжались. В обледеневших студиях самоотверженно боролся за музыку, поддерживая оставшихся в живых коллег словами «Надо играть» дирижер Карл Ильич или Асберг. Шостакович знал об этом. А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами. Все на колени, все багряный хлынул свет, и ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми, для славы мертвых нет. В Куйбышеве работа над Седьмой симфонией была продолжена. Шостакович построил ее по аналогии с Болеро испанца Мариса Равеля. Неизменная повторяющаяся мелодия, которая становится все более и более звучной и доходит до эмоционального финала. Но именно финал, четвертая часть, и вызвала у Шостаковича наибольшую трудность. Атмосферу страха и ужаса должна была разорвать, разметать ликующая волна света. В этой симфонии весь Шостакович, его душа, его характер. Он родился в Санкт-Петербурге в 1906 году в русско-польской семье. Дед по отцу Болеслав был сослан в Сибирь за участие в польском восстании. В детстве будущий композитор не обнаруживал особого интереса к музыке, но по настоянию мамы сел за фортепиано и влюбился в импровизацию. В 13 лет Митю показали известному пианисту Александру Зелотти, наставнику Сергея Рахманинова. Но тот махнул рукой. Карьера не сделает, способностей нет. Митя проплакал всю ночь, и, видя его горе, мама отвела его к директору консерватории Александру Лазунову. Мэтр Мэтр был более внимателен и, подумав, сказал, заниматься необходимо. Весной 1926 года близорукий, худенький студент представит на суд комиссии дипломную работу симфонию фа-минор. Шостаковичу принадлежит будущее. Вердикт Глазунова. Дар юного композитора признан и публикой, и прессой. Великий романтик XX века, Бетховен наших дней, мастер социалистического реализма. Когда в квартире режиссера Всеволода Мерхольда случился пожар, первое, что он бросился спасать, были неценные вещи, о бумаге Шостаковича, которого он пригласил работать в свой театр. По-другому и быть не могло. Музыка Шостаковича обладала целительной, утешающей и поддерживающей силой. В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле и пела, и не в моей душе. все цветы заговорили. Это отзыв Анны Ахматовой, Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле. Шостакович считал себя певцом мира, добра и любви. Насилие в любых формах было ему ненавистно. В дни революции он видел, как власти разгоняли толпу, и казак зарубил мальчика саблей. Это было чудовищно. И мальчик, истекающий кровью, знаменье грядущих трагедий никак не шел из его головы. Как противостоять злу? Мое оружие музыка. Из воспоминаний Галины Вишневской. Я слышу слово Шостакович и вижу его нервное утонченное лицо с печатью гения. Особенными были глаза. Светло-серые, широко распахнутые, увеличенные стеклами очков и детская, часто беспомощная улыбка. Всегда немного поджатая походка, мелкий шаг, беспокойные руки, которым он, казалось, не находил места и часто то одну, то другую закидывал за затылок, а потом отводил к подбородку характерным жестом. Сидел ли он за обеденным столом или участвовал в общей беседе, его сосредоточенность на чем-то, видимом ему одному, не отпускала его ни на секунду, будто он прислушивался к чему-то внутри себя. Это не значило, что он отвлечен от внешнего. Он никогда не был рассеянным, все внимательно слушал и на все быстро реагировал, но вдруг быстро выходил из комнаты, вот так, без всякого внутреннего переключения, шел к своему письменному столу и записывал на нотную бумагу то, что естественно в нем, как дыхание, как биение сердца и присутствует, живет в нем всегда. необыкновенная внутренняя сдержанность и дисциплина, острота мысли. Я никогда не видела его расслабленным, даже в самые тяжелые периоды. Внешне мягкий и нерешительный, в принципиальных вопросах Шостакович был тверд как камень. Даже если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы и все равно буду писать музыку. Мриетта Шагинян на всю жизнь осталась под впечатлением от визита к ней Шостаковича. Композитор переступил порог комнаты и плотная ширма-перегородка рухнула. Такая от него шла энергетика. Седьмая симфония была замыслена еще до войны и писалась как протест не только против германского фашизма, а против террора, рабства, несвободы духа вообще. Не случайно он хотел соединить ее с текстом, библейскими псалмами Давида. Господь, пастырь мой, пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Когда злодеи пойдут на меня, чтобы плоть мою пожирать, когда мои враги и противники против меня ополчатся, то споткнутся они и падут. Пусть войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, пусть вспыхнет против меня война, и тогда я буду спокоен. Одного я прошу, услышь, Господи, когда я зову, помилуй меня и ответь. в конце декабря под Новый год Шостакович закончил партитуру Седьмой симфонии, которую назвал Ленинградской и сыграл ее для узкого круга друзей. Впечатление было ошеломляюще. Моя Седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части Седьмой симфонии. Все бросились к автору, заговорили наперебой о борьбе, о победе. Враг уже разбит под Москвой. Официальная премьера Седьмой симфонии на сцене Куйбышевского театра оперы и балета состоялась 5 марта 1942 года в исполнении Оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Шостакович Шостакович сильно волновался. Был Был Бледен стискивал руки Перед премьерой он всегда физически чувствовал дурноту. Успех был громадным. Концерт транслировался всеми радиостанциями Советского Союза. Потрясенный музыкой Шостаковича Алексей Толстой писал. Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Тема войны возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску на приплясывание ученых крыс под дудку крысылова. Как усиливающийся ветер эта тема начинает колыхать оркестр. Она овладевает им вырастает крепнет крысылов со своими железными крысами поднимается из-за холма это движется война. Она торжествует в летаврах и барабанах воплем боли и отчаяния отвечают скрипки и вам кажется неужели неужели уже все смято и растерзано в оркестре смятения хаос нет человек сильнее стихии струнные инструменты начинают бороться гармония скрипок могущественнее грохота ослиной кожи натянутой на барабаны скрипки гармонизирует хаос войны проклятого крысылова уже нет слышен только раздумчивый и суровый после стольких потерь и бедствий человеческий голос фагота заключительная часть симфонии перед слушателями раскрывается величественный мир идей и страстей ради этого стоит жить и стоит бороться вот вы подхвачены светом вы словно в вихре его и снова покачиваетесь на лазурных волнах океана с возрастающим напряжением вы ожидаете финала завершения огромного музыкального переживания вас подхватывают скрипки вам нечем дышать как на горных высотах и вместе с гармонической бурей оркестра в немыслимом напряжении вы устремляетесь в прорыв в будущее в голубым городам высшего устроения началось триумфальное шествие седьмой симфонии по миру Москва Ташкент Новосибирск Лондон Нью-Йорк Стокгольм везде радиотрансляции аудитория слушателей вместе с Канадой и Латинской Америкой 20 миллионов человек никогда прежде музыка не достигала такой героической силы и не становилась таким мощным политическим символом Шостакович в зените славы блокадная фотография композитора в пожарной каске размещена на обложке журнала Тайм на исполнение седьмой симфонии в колонном зале в Москве была Ольга Бергольц помню как на сверхъестественной овации зала вышел Шостакович худенький хрупкий казалось ничем не защищенный а народ стоя рукоплескал сыну и защитнику Ленинграда а я глядела на него мальчика в больших очках который взволнованный и невероятно смущенный без малейшей улыбки неловко кланялся кивал головой слушателям и думала этот человек сильнее Гитлера мы обязательно победим немцев в дни триумфа Шостакович продолжал оставаться таким каким был всегда простым и скромным свою популярность он использовал чтобы выручать других людей из беды помогал деньгами просил помощи властей по тем или иным вопросам успех за границей Шостаковича конечно радовал но мысли вновь и вновь возвращались к самой главной сейчас задаче седьмая симфония должна быть исполнена в Ленинграде в родном моем городе который вдохновил меня на ее создание 2 июля 42 года с большой земли в осажденный Ленинград был доставлен особо важный груз медикаменты и четыре объемные тетради партитура седьмой симфонии под сплошным огнем немецких зениток огненное кольцо прорвал молодой летчик лейтенант литвинов первый с волнением открыл нотные тексты дирижер Карл Ильич Элиасберг 8 волторн 6 труп 6 тромбонов вместо обычных четырех волторн трех труп и трех тромбонов да еще добавлены ударные где взять такой огромный оркестр а на партитуре рукой Шостаковича написано участие этих инструментов в исполнении симфонии обязательно и слово обязательно подчеркнуто да ведь не только в инструментах дело чтобы исполнить симфонию требовалось около 80 музыкантов а голод и холод блокадной зимы пережили всего 15 что же делать искать тех кто умеет и может играть все понимали какое огромное значение будет иметь исполнение седьмой симфонии в блокадном Ленинграде или асберг приложил всю свою энергию чтобы укомплектовать оркестр шатаясь от слабости дирижер обходил госпитали ударника жеудата айдарова он отыскал в мертвецкой и заметил что пальцы музыканта слегка шевельнулись да он же живой струнную группу подобрали а с духовой возникла проблема люди просто физически не могли дуть в духовые инструменты на первую репетицию оркестр целиком еще не мог собраться многим просто не под силу было подняться на четвертый этаж где находилась студия те у кого сил было побольше брали остальных подмышки и несли их и неудача репетиции длились поначалу 15-20 минут и если бы ни Карл Ильич Элиасберг ни его напористый героический характер никакого оркестра никакой симфонии в Ленинграде не было бы нелегко было вытащить людей из темных квартир заставить вымыться снять грязные ватники которые носились всю зиму Элиасберг стал примером для остальных он приходил на репетиции в белом воротничке побритый глядя на него постепенно люди возвращались к нормальной жизни а ведь он тоже был дистрофиком которого на саночках привозила на репетиции жена на нотном листе одного из музыкантов сохранилось изображение осунувшийся Элиасберг дирижирует сидя свидетельство Ксении Матус на первой репетиции он сказал ну давайте поднял руки а они дрожат так у меня и остался на всю жизнь перед глазами этот образ это подстреленная птица эти крылья которые вот-вот упадут и он упадет в оркестре была установлена строгая дисциплина почему не играете кричал Элиасберг на скрипача я не могу удержать смычок виновата объяснял тот а я могу держать палочку но я ведь держу нервничал Элиасберг однажды один из музыкантов опоздал вы почему опоздали спросил дирижер я хоронил свою мать сказал музыкант чтобы это было в последний раз сделал внушение Элиасберг оркестрантов прикрепили к столовой горсовета один раз в день они получали горячий обед некоторых положили в больницу но исполнителей все равно не хватало решили просить помощи у военного командования многие музыканты были в окопах защищали город с оружием в руках тромбонист пришел из пулеметной роты альтист сбежал из госпиталя волторниста отрядил в оркестр зенитный полк формулировка в документах командируется в оркестр Элиасберга репетиции продолжались по 5-6 часов утром и вечером заканчиваясь иногда поздно ночью артистам были выданы специальные пропуска разрешавшие хождение по ночному Ленинграду всю симфонию от начала и до конца оркестр сыграл всего один раз за три дня до концерта премьера была намечена на 9 августа 42 года именно 9 августа немцы обещали взять Ленинград уже были отпечатаны пригласительные билеты на торжественный ужин в ресторане Астория на стенах домов рядом с воззванием врагу ворот появились афиши 7 симфония Шостаковича программки концерта напечатали просто одной черной краской на первой странице эпиграф «Нашей борьбе с фашизмом нашей грядущей победе над врагом моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою седьмую симфонию» Дмитрий Шостакович очереди за билетами в филармонию были больше чем за хлебом но между тем немцы были совсем рядом и готовились сорвать концерт понимая это командующий фронтом генерал-лейтенант Говаров пригласил к себе артиллеристов во время исполнения седьмой симфонии ни один вражеский снаряд не должен разорваться в Ленинграде секретная операция получила название шквал прежде всего был произведен расчет времени исполнение симфонии длится 80 минут зрители начнут собираться в филармонию заранее значит плюс еще 30 минут плюс столько же на разъезд публики из театра следовательно 2 часа 20 минут немецкие пушки должны молчать в небе неустанно кружили советские самолеты военная разведка занимала позиции вела наблюдения день и ночь все сведения передавались в штаб артиллерии фронта за полчаса до начала концерта генерал говаров подошел к своей машине но не сел в нее а замер напряженно вслушиваясь в далекий гул взглянул на часы и сказал наша симфония началась ни один немецкий снаряд не упал за эти два с половиной часа на улице города ни один немецкий самолет не сумел подняться в воздух с аэродрома транспорт не ходил и зрители шли на концерт пешком у всех было великое желание послушать симфонию которую они так ждали в зале празднично горят хрустальные люстры несмотря на летнюю погоду в филармонии холодно многие сидят в теплой одежде и вот на сцену выходят музыканты Карл Ильич Ильясберг худой бледный но подтянутый как всегда одетый во фрак и рубашку с бабочкой он пожертвовал последнюю картофелину чтобы накрахмалить воротничок он накидывает взглядом сводный городской оркестр и взмахивает дирижерской палочкой из воспоминаний Ольги Бергольц мгновение полной тишины и началась музыка мы с первых тактов узнали в ней себя и весь свой путь всю уже тогда легендарную эпопею Ленинграда и наступающую на нас страшную беспощадную враждебную силу и наша вызывающая сопротивление ей и нашу скорбь и мечту о светлом мире и нашу несомненную грядущую победу и мы не плакавшие над погибающими близкими людьми зимой сейчас не могли и не хотели сдерживать слез и мы не стыдились а нам радиоработникам сквозь изумительную эту музыку еще все время звучал и негромкий спокойный и мудрый голос ее создателя Дмитрия Шостаковича доносящийся из сентября 41-го года когда враг рвался в город Ленина Весна идет и ночь идет к рассвету Мы все теперь узнали на века И цену хлеба если хлеба нету И цену жизни если смерть близка и деревень обугленные трубы и мирный луг где выжжена трава и схватки рукопашные и трубы в снегах противотанкового рва но так владела мужество сердцами что стало ясно он не будет взят пусть дни бегут и санки с мертвецами в недобрый час по невскому скользят людское горе кто его измерит под бомбами среди полночной тьмы и многие наверное не поверят что было так как рассказали мы но ленинград стоит к победе кличет и все слова бессильны и пусты чтобы потомкам передать величие его непобедимой красоты и люди шли чтоб за него сражаться тот кто не трус кто честен был и смел уже бессмертен слава ленинградцам честь их девиз бессмертие их удел те кто не смог попасть в филармонию слушали концерт на улице у репродукторов в квартирах в землянках и блиндажах фронтовой полосы когда смолкли последние звуки в зале разразилась овация зрители аплодировали оркестру стоя и вдруг из портера поднялась девочка подошла к дирижеру и протянула ему букет из георгинов астр гладиолусов это казалось чудом цветы в умирающем городе 9 августа 355 день ленинградской блокады симфония была слышна не только жителям города но и немецким войскам враг был ошеломлен спустя годы двое туристов из германской демократической республики разыскали Карла или Асберга и признались ему тогда мы поняли что проиграем войну мы ощутили вашу силу способную преодолеть голод страх и даже смерть поэт Николай Тихонов вернувшись с концерта записал в дневнике Седьмая симфония родилась в этом городе и может быть только в нем она и могла родиться Через полтора года в январе 44 советская армия прорвет блокаду Ленинграда Почему город на Неве выстоял Это был город интеллигенции город высокой духовной культуры работали школы университеты театры библиотеки в филармонии звучала классическая музыка Седьмую симфонию после премьеры исполнили еще четыре раза В Эрмитаже праздновался юбилей персидского поэта Низами Люди писали дневники философские эссе диссертации И если бы не подвиг блокадников современного Петербурга просто не было бы на карте Дмитрий Шостакович один из крупнейших композиторов двадцатого века он написал пятнадцать симфоний музыку к операм балетам фильмам его наследие бесценно для мировой классики но по-настоящему великим стало только одно его творение симфония номер семь ленинградская до мажор сочинения шестьдесят это грандиозная по масштабу композиция обращена не только к людям сражавшимся с фашизмом во вторую мировую войну но и к будущим поколениям нет жизни всех есть жизнь одного человека только один в поле воин он сам и есть это поле человек не игрушка обстоятельств не жертва жизни а неиссякаемый и потому неуязвимый источник добра еще неуязвимый а неуязвимый а неуязвимый неподадок а неуязвимый Субтитры создавал DimaTorzok